Лекция номер 25-26. Тема производства этанола. План лекции. Производство спиртов гидротации олефинов и другими методами. Прямая и серно-кислотная гидротация. Производство этанола. В отличие от гидролиза, реакции гидротации сводятся к присоединению воды по ненасыщенным углерод-углеродным связям, по тройной связи нитрилов. Некоторые реакции гидротации равновесны. Обратный процесс отщепления воды называют дегидротацией, которая может быть не только внутри, но и межмолекулярной. Выделение воды происходит при многих органических реакциях – этерификация, нитрование. Поэтому термины дегидротация применяют лишь к процессам, которые не имеют других, более определяющих систем классификации. Присоединение воды к олефинам всегда происходит по правилу Морковникова, вследствие чего из этилена образуется этанол, из пропилена и бутена – изопропанол и фторбутанол, а из изобутена – третбутанол. Гидротация по тройным связям ацетилена и нитрилов дает карбонильные соединения – ацетальдегид и амид. Катализаторы гидротации – фосфорная кислота наносители, поливольфрамовая кислота, сульфокатиониты. Для дегидротации используют фосфорную кислоту наносители, оксид алюминия, серную кислоту, фосфаты. Гидротации олефинов получают многие продукты. Среди них – этанол, диэтиловый эфир, изопропанол, фторбутанол, простые эфиры изопропанола, фтор и третбутанола. Серно-кислотная гидротация олефинов – это был первый и сохранившийся в некоторых случаях до сих пор метод гидротации олефинов. Он состоит в предварительной абсорбции олефинов серной кислотой с образованием моно- и диалкилсульфатов, их в последующем гидролизе водой. Условия для проведения абсорбции Концентрация серной кислоты в пределах 60-98%, температура от 0 до 70 градусов Цельсия, давление от 0,2 до 2 мегапаскаль. Соотношение серной кислоты и олефина берут таким, чтобы на 1 моль серной кислоты поглощалось 1,2-1,3 моль олефина. При этих условиях, а также за счет гидролизосульфатов в воде, содержащейся в серной кислоте, реакционная масса состоит из моно- и диалкилсульфатов серной кислоты, воды, спирта и побочных продуктов. На данном слайде демонстрируются реакционные аппараты для серно-кислотной гидротации этилена и пропилена. Для абсорбции этилена и пропилена серной кислотой применяют аппараты двух типов. Первый из них, это рисунок А, является горизонтальным абсорбером с мешалкой, на валу которой укреплено большое число дисков. Внутреннее пространство абсорбера, примерно на 1 треть, заполнено серной кислотой, которая при вращении дисков образует туман, что повышает поверхность контакта фаз. Тепло реакции снимается водой, циркулирующей в рубашке. Этот аппарат работает периодически, но применение каскада из нескольких абсорберов позволяет перейти на непрерывный процесс. Более эффективны непрерывно действующие аппараты колонного типа с 20-25 колпачковыми тарелками с высоким уровнем жидкости на них. Рисунок Б. На каждой тарелке в слое жидкости помещен трубчатый холодильник, через который циркулирует холодная вода, обеспечивающая отвод выделяющегося тепла. На верхнюю тарелку колонны подается свежая серная кислота необходимой концентрации, а из куба выходит реакционная масса заданного состава. Этилен или пропилен поступает снизу противотоком к жидкости, барботирует через слой кислоты на каждой тарелке и выходит из колонны сверху, уже значительно разбавленным инертными примесями из исходного газа. В верхней части колонны имеется насадка, играющая роль брызга уловителя. Оставшаяся после гидролиза серная кислота имеет концентрацию 40-50%. Ее используют для получения сульфата аммония или концентрируют, чтобы вернуть на абсорбцию и организовать ее рециркуляцию. В наличии этой отработанной кислоты и необходимости ее утилизации состоит главный недостаток серно-кислотной гидротации олефинов. Прямая гидротация олефинов. Отмеченные выше недостатки серно-кислотного способа привели к разработке методов прямой гидротации олефинов, состоящей в непосредственном присоединении воды по двойной связи в присутствии кислотных катализаторов. Их преимущества состоят в одностадийности процесса, отсутствии расхода серной кислоты или установок по ее регенерации, более высоком выходе спирта, меньшей коррозии аппаратуры. Наиболее распространенным катализатором для этого процесса является фосфорная кислота на твердом носителе, силикагель или алюмосиликат. Гидротацию этилена проводят при 260-300 градусах Цельсия, когда для поддержания наружной концентрации фосфорной кислоты в поверхностной пленке катализатора требуется высокое парциальное давление водяного пара 2,5-3 МПа. Чтобы повысить степень конверсии водяного пара, получить не слишком разбавленный спирт и этим снизить расход энергии, работают при некотором избытке этилена. Это определяет выбор общего давления 7-8 МПа, когда равновесная степень конверсии этилена равна 8-10%. Фактическую степень конверсии поддерживают на уровне 4%, что позволяет работать при достаточно высоких объемной скорости и удельной производительности катализатора по спирту, получая после конденсации этанол 15%. На слайде представлена технологическая схема получения этанола. Свежий и рециркулирующий этилен сжимают до 8 МПа в компрессоре 1 и в циркуляционном компрессоре 2 смешивают с рециркулирующим водным конденсатом и нагревают в теплообменнике 4 горячими реакционными газами. Затем смесь дополнительно нагревают до температуры 280-330 градусов Цельсия в трубчатой печи 3 и подают в реактор 5. Реакционные газы содержат пары фосфорной кислоты и их прежде всего нейтрализуют, впрыскивая водный раствор натрио-Аж. Образующиеся фосфаты отделяют в солеотделителе 6. Тепло газов утилизируют в теплообменнике 4 и после дополнительного охлаждения в водяном холодильнике разделяют жидкую и газовую фазу в сепараторе 8 высокого давления. Газы еще содержат пары спирта, которые улавливают водой в абсорбере 9. Освобожденный от спирта газ рециркулируют с помощью компрессора 2, но часть его сбрасывают в линию топливного газа, чтобы избежать чрезмерного накопления инертных примесей. Водный конденсат после сепаратора 8 и жидкость из абсорбера 9 дросселируют и в сепараторе 10 низкого давления отделяют от растворенных газов, которые используют как топливо. Из сепаратора 10 вытекает 15% водный раствор этанола, содержащий диэтиловый эфир, ацетальдегид и низкомолекулярные полимеры этилена. Этот раствор подвергают ректификации в колоннах 11 и 12. В первой отгоняют наиболее летучие диэтиловый эфир и ацетальдегид, а во второй этанол в виде азиотропной смеси, содержащей 95% спирта и 5% воды. Причем обогрев осуществляют острым паром. В кубе колонны 12 остается вода, которую очищают на ионнообменной установке 13 от солей и возвращают на смешение с пеном и гидротацию, организуя замкнутый водооборот технологической воды. На данном слайде представлены контрольные вопросы, на которые вам нужно ответить. Список литературы.